Здравствуйте! В эфире криминальная хроника программа «Сканер» в студии Татьяна Диамидова и сегодня вы увидите... Остановка по требованию. Автоинспекторам вернули право тормозить машины вне стационарных постов. Засветись! Амурчан призывают носить на одежде световозвращающие фликеры. Благовещенский лихач устроил аварию и скрылся в программе «Хроника дорожных происшествий». Важная новость для водителей. Совсем скоро автоинспекторы смогут проверять документы на любом участке дороги и не только на стационарных постах, как это было с 2009 года. Новый приказ МВД России начнет действовать с 20 октября. Какие еще нововведения коснутся водителей, об этом узнаете прямо сейчас. Российская МВД публиковала новый регламент по надзору за участниками движения. Документ должен вступить в силу уже 20 октября. Ключевое нововведение – инспекторы ДПС смогут остановить автомобили для проверки документов вне стационарных постов. Также водитель обязан дать инспектору удостоверение не только без обложки, но и без удерживающих устройств. Этот пункт тоже новый. Примечательно, что первая версия документа запрещала автоинспекторам курить при общении с водителями. Однако, финальный вариант регламента – этот запрет не вошел. Есть и технические новшества. Сотрудники ГИБДД больше не изымают водительские права и не снимают регистрационные знаки, поскольку эти нормы в законодательстве уже не применяются. Кроме того, водители смогут показывать инспекторам распечатки электронных полисов ОСАГО, а не только традиционные бумажные договоры. Амурчан призывают носить на себе световозвращающие элементы, а особенно детей. По данным ГИБДД, с начала года в Благовещенске произошло 26 ДТП с участием детей-пешеходов. И в одном случае ребенок погиб. Многие аварии могли бы и не случиться, если бы водитель вовремя заметил ребенка на дороге. Светится всегда и везде. Флекеры работают и в темное время суток. Они возвращают луч света к его источнику. Человек становится своеобразным светлячком на дороге, который не увидеть невозможно. Иметь на одежды светоотражающие элементы в черте города – это рекомендательная мера. Но вне населенных пунктов пешеходы обязаны их применять. Для своей же безопасности. Ну а если не засветился, получай штраф 500 рублей. Нарушения выявляют инспекторы ДПС в ходе акции «Стань заметнее». В Благовещенске она продлится до 21 октября. Вот и подобрались к хронике дорожных происшествий. За последние сутки на дорогах города и района произошло 20 аварий. Около 300 нарушений правил дорожного движения выявили инспекторы ДПС. Задержали 5 пьяных водителей и зафиксировали 28 фактов превышения скорости. Какие аварии попали в объектив камер операторов сканера – узнаем прямо сейчас. Благовещенске разыскивают лихача, устроившего громкую аварию в микрорайоне. Это произошло на перекрестке улицы Студенческая и Игнатьевского шоссе. Виновник аварии на полном ходу врезался во встречный марч. Малолитражку, в свою очередь, оттолкнуло на пикап. Митсубиси шел по студенческой следом за легковым авто и стал ему братом по несчастью. Очевидцы предполагают, что виновник жесткой аварии был пьян, судя по его неадекватной езде. Хорошо, что до врачей дело не дошло. Черный седан раскрошился от удара с микроавтобусом. Водитель Марка на своем примере показал – ехать поперек можно. Но недолго. Седан ехал по второстепенной фрунзе и не пропустил микроавтобус. Хать скатился по главной политехнической от Красноармейской. От столкновения Марк потерял практически всю переднюю часть и ранил своего оппонента. Люди отделались испугом и испорченным настроением. Универсал здорово помял себя и покалечил мимо проезжающий седан. Тойота Карина ехала по главной улице Лозо со стороны Октябрьской и получила удар справа от Ниссана. Сначала универсал стоял на парковке, потом решил ее покинуть. Стартанул с места задним ходом и не пропустил Карину. Удар был жестким, а повреждения серьезными. Но, несмотря на это, люди в аварии не пострадали. И это, к счастью. Автоледи не смогла проехать мимо водителя на микроавтобусе. Девушка за рулем Приуса двигалась по двору около 64-го дома по улице Пушкина. На ее пути встретился микроавтобус, который стоял и никого не трогал. Гибридное авто пыталось протиснуться, но, увы, протаранило левым бортом своего оппонента. А ведь и место узким не назовешь. Кота за хвост. В центре города развернулась операция по спасению черного кота. Случилось это в центре города в районе перекрестка 50 лет Октября-Горького. Усатый забрался на высокое дерево, но слезть так и не смог. Напуганное животное увидело прохожее и вызвало спасателей. Сотрудники МЧС по автовышке поднялись на дерево. Но в руки к ним кот так и не пошел. Зато начал спускаться с дерева. Вернувшись на землю, усатый спокойно отправился по своим делам. На сегодня это все остается добавить. Если вы стали свидетелем происшествия, вызывайте сканер. Наш телефон прежний и не меняется. 50 12 12. Не повторяйте чужих ошибок. До встречи.